Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, еще раз доброе утро. Как мы уже говорили, у нас сейчас в гостях будет представитель Латвийского фонда образования в сфере окружающей среды, руководитель экспедиции Мана Юра, Майо Мори Сергей Стельмах. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, я знаю, что недавно было исследование о состоянии наших пляжей, и хотя лето уже вроде бы подходит к концу, но, тем не менее, многие по-прежнему надеются, что вот все-таки будет у нас какая-то золотая осень, и вот удастся еще побывать на пляже, отдохнуть. Ну, мы знаем, что вот результаты кампании, вот Майо Мори по мониторингу, ну, показали, что, в принципе, у нас многие пляжи, ну, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии, ну, я так понимаю, что в этом топе самый загрязненный пляж в Далгогриве, ну, а самый чистый, как выяснилось, находится в Абракцимсе. Еще раз доброе утро. Может быть, несколько слов сначала о вашей организации. Я так понимаю, что действительно занимается образованием в вопросах окружающей среды. — Да, совершенно верно. Значит, это организация, ну, не государственная организация. — Да, да, общественная, да. — Одна из компаний, которые они организуют, является «Мана Юра». Также есть остальные. Допустим, «Синий флаг» или «Эко-школа». — Да. — Ну, сейчас мы будем говорить о «Мана Юра». Вас интересует, почему, как это, появилась такая идея? — Да. — Ну, это, да. Я, к сожалению, только в первый год участвую в этой компании. — Ну, тогда, может быть, несколько слов начнем с того, как вы вообще вошли в эту компанию, вот, в эту организацию Латвийского фонда образования в сфере окружающей среды. Может быть, тогда несколько слов так, чтобы создать представление наших радиослушателей. — Да, да. Ну, меня интересует, так как меня интересует, уже давно интересует образование в сфере защиты окружающей среды, то я участвовал в программе «Эко-школы», которая также организует этот фонд. Ну, и таким образом я и вышел на эту компанию. — Угу. И, может быть, они сказали об этой программе. В чем ее цель? — Цель — это в сборе данных. Значит, это не просто мусор, это данные. Мы их не просто собираем, мы их собираем, сортируем, регистрируем. И таким образом мы можем сделать какие-то выводы, какой состав мусора, так скажем, динамика, его объема и так далее, и так далее. И если мы знаем, какой именно там мусор, то мы можем уже делать какие-то выводы и решать эту проблему, обращаться к соответствующим институциям или, в общем, думать, что делать дальше. — Вот есть такой анекдот, что чисто не там, где дворник хорошо убирает, а там, где дворник с ружьем. — Да, вот, да, это очень действует на население. Вот все-таки ваш анализ показывает, что чаще всего в чем причина? Что люди просто мусорят, не убирают за собой? Или просто вот пляж запущен, потому что нет ответственного лица, который бы вот убирал там? — Да, как всегда, нет одного виноватого, проблема комплексная, и те, и другие виноваты. — Дело в том, что есть пляжи, где и вправду много отдыхающих, и там, на первый взгляд, чище выглядит. Но потому что дело в том, что мусор там просто более мелкий. И вот когда ты только выходишь на пляж, вроде кажется, что все чисто, а начинаешь собирать, набирается целый мешок. Другие пляжи, где именно, где нет отдыхающих, то там очень много, ну, скажем так, крупногабаритного мусора, и, допустим, с рыболов... — То есть кто-то решает, что нужно это использовать как какую-то свалку, да? — Ну, нет, я бы не сказал, что там кто-то использует как свалку, сейчас это уже не принято. Там есть мусор с рыболовецких судов, сети, ящики для рыбы и так далее, и так далее. Холодильники, все что угодно. Может быть, это еще осталось... Ну, да, кто-то, наверное, вывез холодильник или стиральную машину, что странно. Да, так что... Конечно, отдыхающие тоже, ну, скажем так... — Оставляют свой след. — Ну да, оставляют свой след. — Вот интересно, вот я посмотрел, вот бегло вот это исследование, есть, так можно сказать, топ самых грязных и самых чистых пляжей. Ну, к примеру, понятно, что вот если мы смотрим на эти замусоренные, как вот здесь написано, да, вот пляжи, да, то вот, скажем так, вот в эту пятерку входит пляж в Майре. — Да. — Ну, казалось бы, понятно, поскольку те, кто... — Для нас было небольшим удивлением. — Ну, те, кто бывают в Юрмале в хорошие дни, особенно выходные, если совпадает выходной и хорошая погода, то понятно, что вот Майре, Булдури, наверное, Дзинтри — самые посещаемые пляжи. И с одной стороны, кажется, что это верно, но насколько я понимаю, всё-таки вот убирает рано утром или поздно вечером всё-таки уборка происходит. Тем не менее, всё равно пляжи, вот по вашим данным, загрязнённые. Почему? — Да. Совершенно верно, уборка происходит, и это обязательное условие, так как у Майре и как и у многих других пляжей Юрмала есть сертификат «Синий флаг». Это означает о том, что они и качество воды отличное, и чистота пляжей, и инфраструктура развита. Ну вот в этом году как-то... Опять-таки, там мелкий мусор, который, возможно, убирают наверняка машинами, и он всё не собирает. А также там грубо нарушается правило запрета курения на пляже. То есть курят не только на пляже где-то в отдалённых местах, а также и в ресторанах, кафе, в общем, даже около детских площадок мы замечали. — А это является нарушением, если, к примеру, в кафе там закрытое пространство, помещение, может быть, или под крышей, или просто огорожено, и курящий столик, то этого не должно быть. — Это неважно. На пляже просто курить нельзя. Даже когда при входе на пляж, там есть вывеска. К сожалению, этих вывесок, вот в этом наверняка и проблема. Люди наверняка даже не подозревают об этом, что курить там нельзя, так как тебя встречает всего лишь один знак, где есть перечисленные запреты, что нельзя с собаками, и нельзя курить, и нельзя мусорить. Ну да, но люди это нарушают. И выкидывают свои окурки. А этот окурок, он разлагается, ну, в зависимости от, конечно, условий, ну, два-три года. — То есть даже если в кафе на столике стоит пепельница, это еще не означает, что там можно курить? — Совершенно верно, да. Мы подходили в один ресторан и спрашивали, курит ли у вас. Они честно отвечали, что нет. А мы спрашивали, почему тогда у вас стоит на столике пепельница. И тут была пауза. И, в общем, да. Дело в том, что они не хотят, ну, скажем так, хозяева или официанты не хотят запрещать своим клиентам курить, ну, так как это их, скажем так, отпугнет. — Но ведь в этом случае получается, что у нас практически массовые нарушения в той же Юрмале происходит в плане курения на пляже. А скрыть это довольно сложно, потому что все-таки открытое пространство, запад далеко распространяется. Почему нет вот этого массовой волны жалоб в полицию или куда-нибудь еще? Или есть просто мониторсы? — Массовой волны жалоб со стороны просто посетителей общества. — От других отдыхающих, да. — Ну, у нас вообще с этим плохо. Никто особо не жалуется друг на друга. Не принято у нас в нашей культуре, мне кажется. Да и никто, наверное, не подозревает. Я со многими людьми говорил и встречал такое уже удивление, что неужели нельзя курить? Так что об этом просто наверняка никто не подозревает. — А по поводу мусора в тех же, скажем так, популярных местах в Юрмале, например, вы когда замеры проводите? Вот, к примеру, в конце дня после того, как ушли отдыхающие или утром после того, как прошла уборка? — Ну, во-первых, уборка не проходит не на каждом пляже. Это только на том пляже, который занимается хозяйствованием. Там занимается хозяйствование самоуправления. И то это зависит от самоуправления. В общем, мы проводим мониторинг тогда, когда дойдем до него. Или это с утра, если, допустим, мы пришли в какой-то пункт назначения вечером, то мы делаем мониторинг на следующее утро. Вот так вот. Либо это может быть где-то посередине маршрута нашего. — Ну, я понимаю, как вы обнаруживаете, к примеру, крупногабаритный мусор. Его вообще, в принципе, невозможно не заметить. А вот те же окурки. Вот как это у вас физически происходит? Вы ходите с лопатами, прокапываете пляж или как? — С лопатами нет, но там палочкой, ногой и так далее, и так далее, руками. Вот так вот. Да, ну, как я уже… я еще не уговорил. Значит, мы замеряем 100 метров. И тут, конечно, уже зависит от количества людей, которые участвуют. Ну, у нас в этом году было довольно-таки много. 40, 30, 20 человек. Только в Юрмале было 3 человека. Там было сложно проводить мониторинг. Да. Ну, и идем от линии моря до линии так называемой стабильной вегетации. Проходим все туда и обратно. И так все на протяжении всех 100 метров. И потом еще вдоль. То есть проходим дважды, трижды даже. И собираем все, что попадется. Но если это происходит в любое время суток, то ведь там и отдыхающие могут быть во время замеров. Да. Вот как они на вас реагируют? По-разному. Некоторые пытаются игнорировать, другие просто с интересом смотрят, третьи же спрашивают, кто мы, четвертые же улыбаются. По-разному. А если вы видите, как отдыхающие, например, выкидывают мусор прямо в песок, что у вас происходит? Вы как-то пытаетесь указать окружающим, что нельзя мусорить? Может быть, какие-то конфликты уже были? Нет, конфликтов не было. И вот именно во время того, когда мы там были, проводили мониторинг, в принципе, я такого не замечал, чтобы кто-то выкидывал мусор. Ну, если бы мусор кто-нибудь и выкинул бы, но мы бы просто вежливо попросили подобрать и объяснили бы, почему так делать нельзя. Ну, вообще, вот понятно, что вы не так давно вот в этой программе. Но, тем не менее, есть такое ощущение, но все-таки вы же и раньше наблюдали, раз такие вопросы вас интересовали, что в последнее время, но все-таки люди стали более сознательными, потому что мы знаем, здесь целые акции были. Цукмин прямо в эфир приходил и рассказывал, что как плохо вообще мусорить всюду, в лесах, на пляжах и так далее, все-таки стали более смотреть за тем, что надо вот уходить, ну, надо забрать там какой-то мусор, который они… Мне кажется, те люди, которые были сознательными, они и остаются сознательными, а те, что не были сознательными… То есть ничего, да, не происходит. Да. Возможно, это благодаря государственной программе об этом начинало говориться тот же Цукман, это в принципе, ну, Латвия Слава Смей же, это государство, но я бы не сказал, что это вызвало какую-то волну сознательности или… Вот понятно, что это может быть вопрос не совсем к вам, но поскольку у вас есть определенный опыт, вот из Сирии, как с этим бороться, ну, понятно, что всех ты не воспитаешь, ну, кроме как какие-то административные методы, ну, воздействия, какие есть другие, и вот зачастую ты видишь, что чаще всего, если там, ну, муниципальные полицейские, к примеру, да, это не госполиция, все-таки вопрос, если они и пристают, если так можно сказать, к обитателям, те пляжи, те, кто приходят на пляж, только в основном, что какая-то маленькую собачку на пляж выводить нельзя, вот никому не мешает эта карманная собачка, вот нельзя, видите, там знак висит, да, то есть фактически вот то, что люди мусорят, мне кажется, что на это обращается меньше всего внимания, хотя мне кажется, от этого вреда намного больше, да, вот тех, кто вот мусорник после себя оставляет, чем от какой-то, не знаю, там, маленькой собачки, или даже от тех, хотя я не приветствую это, или от тех, кто там курит на пляже. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что пробыли мы не только в том, что отдыхающие оставляют свой мусор, отдыхающие оставляют также, выкидывают его в море, и больше, ну, не большая часть, а какая-то часть мусора... Тоже интересный способ, да, избавиться, да, она приходит Отличного. Из моря. Да. Допустим, вот в районе Риги, это вот Даугавгрива, в Эйцаате, да, мы находили много таких палочек, похоже на палочку, как от Чупа-Чупса, только это не от Чупа-Чупса, это палочка, ушные палочки для чистки ушей. А логично, куда отдевать? Смывают в унитаз, это про все по канализации, к сожалению, мимо решеток водоочистительные станции, попадают в море. Какая работа, это чистые сооружения, если туда даже палочки проплывают, там же, по идее, от бактерий должна очищать. Ну, да. От бактерий они можно и очищать. А палочки проплывают. Очищают грубый мусор, да, ну, палочки, бактерии, палочки, да, это разные вещи. Вот в том-то и смысл нашей экспедиции, что мы собираем эти данные, и мы знаем, в чем проблема, и мы уже знаем, к кому обращаться. Ну, да. Во-вторых, по поводу, ну, скажем так, пляжей, ну, популярных пляжей, да, где много отдыхающих, к сожалению, во-первых, не хватает, ну, просто не хватает людей, которые это контролируют, той же самой полиции. Во-вторых, допустим, курящего очень сложно поймать на этом нарушении, так как он этот окурок выкинул, и это больше не его окурок. Ну, подождите, сейчас у каждого есть телефон с камерой, с видео, это все можно заснять, и очень просто... В-третьих, как мы обсуждали этот вопрос уже, на пляж редко приходят с документами, даже если полицейский к тебе подойдет, единственное, что он может сделать, это замечание. Документов у тебя при себе нет, это получается, что его надо вести с собой до выяснения личности и так далее, и так далее. Уж слишком долгая процедура. Ну, в общем, к сожалению... То есть полиция сама избегает, может быть, подобных ситуаций? Ну, я не знаю насчет того, избегает ли она, но ей сложно наверняка бороться с этим эффективно. А вы констатируете только наличие какого-то, не знаю, мусора, который люди выкидывают, или какие-то чисто природные загрязнения вас тоже интересуют? Ну, природных загрязнений мы, слава Богу, не встречали, но вообще, да, нас интересует любого. Например, та же тина у берега, это в вашем понимании увеличивает загрязненность пляжа, или это не ваше следующее? Ну, скажем так, мы это не регистрируем, потому что это, ну, скажем так, это природный фон, а вот из-за чего он образовался, такой природный фон, это уже другой вопрос. Естественно, да, это результат сельского хозяйства, удобрений, это да. И с нами в нашей компании также участвовали, ну, ученые, специалисты, работники Латвийского университета, именно они занимались мониторингом именно вот этих водорослей. Они делали свои выводы. Потому что, когда на бытовом уровне люди говорят о том, чистый или грязный пляж, они обычно имеют в виду, есть тина, нет тина, то есть, там, можно спокойно зайти в воду или нельзя. В вашем понимании это все-таки не грязь. Потому что водоросли, в нашем понимании, да, водоросли уже находятся в море, а не на пляже. Хотя на пляже, конечно, тоже это все дело выносит, но мы их не регистрируем, да. Сергей Стельмах у нас в студии. Мы говорим в том числе о состоянии наших пляжей. Вообще, если мы говорим об образовании, вот, в сфере окружающей среды, как у нас тут обстоят дело с образованием-то? Ну, понятно, что дети там прямо с первой класса, там, социальные знания, потом, вот, природоведение, вот, да, взаимодействие, им, как бы, рассказывает общее, как бы, понятие об окружающей среде. Вот, как в среде, может быть, взрослых? Среди взрослых? Ну, если, да, на уровне школы это еще как-то происходит, то, среди взрослых, наверное, даже об этом мало кто задумывается, ну, разве что, я имею в виду, государство об этом не задумывается. Ну, для этого существуют такие вот общественные, негосударственные организации, как Homo Ecos, также вот, эта организация, которую сейчас я представляю, ну, как-то централизованно, как-то организованно, это, к сожалению, не существует такого. А какие-то вот европейские фонды на это выделяются? То есть, в Европейском Союзе вы чувствуете, что есть какой-то интерес, вот, не знаю, к защите среды обитания? Ну, даже если он и есть. Тогда вас это не доходит, да? Ну, во всяком случае, он небольшой, да. А государство вам как-то помогает? Все-таки есть и Министерство среды окружающей, окружающей среды? Ну, я не могу сказать, что не помогает. Допустим, эта кампания была, в принципе, организована на деньги, да, фонда окружающей среды, что является, ну, скажем так, ну да, не под юрисдикцией, но, в общем, под Министерством окружающей среды. А что дальше планирует делать этот фонд или, может быть, Министерство? Ну, хорошо, посчитали вы, сколько где мусора дальше. Что мы знаем, где самые чистые пляжи, где самые грязные пляжи, что мы собираемся делать дальше? Дальше, ну, эти данные нужно проанализировать, да, какой именно там мусор, допустим, где-то, а также вот эти палочки, да, то есть это мы можем, не то, чтобы писать жалобу, но мы можем об этом информировать и водочистную станцию, и они могут делать, ну, что-то делать. А вы уже как-то пытались с ними общаться? Я не знаю, может быть, и общались, лично я нет, об этом стоит поговорить, да. Если, ну, если вы спрашиваете о наших планах, да, ну, в следующем году будет, в принципе, такая же компания, ничем сильно не отличающаяся. Я имею в виду государство со своей стороны, вы наверняка как-то, может быть, или внутри обсуждали подобные планы, или с теми, кто вам деньги выделял, может быть, тоже об этом говорили. Что делать дальше? Мы знаем, где самые грязные пляжи. Что, может быть, таблички какие-то устанавливать еще большего размера там, где особенно грязно? Не знаю, о дополнительных полицейских кто-то на пляжи выводить, чтобы как-то активнее следили. Может, перекрывать эти пляжи, там, не знаю, делать какие-то разгрузочные дни. Вот что? Ну, да, значит, есть, в принципе, есть три пути решения. Первое – это депозитная система сбора стеклянной, пластмассовой и металлической тары. В принципе, ну, скажем так, по статистике в среднем это бы уменьшило бы объем отходов на побережье примерно на 30%. Что такое депозитная система, я думаю, стоит рассказать. В двух словах, да. Да. Это когда мы покупаем, допустим, бутылку воды и платим не только цену за саму воду, а также дополнительный депозит, допустим, 5 центов. И при возвращении этой бутылки обратно в магазин, пустой, мы получаем эти 5 центов обратно. Таким образом, люди мотивированы сортировать мусор и не оставлять его на пляже. Второе… То есть, грубо говоря, сдавать бутылки. Да, сдавать бутылки. Пластмассовые, стеклянные и металлические. Второе – это повышение налога на природные ресурсы. Ну, просто чтобы… А конкретно это касается пластмассовых бутылок. Просто чтобы, скажем так, продукты в пластмассовой таре, грубо говоря, стали дороже. Поэтому люди бы, может быть, реже выбирали бы их. И третье – да, это просто образование общественности. В образование общественности также входит, так скажем, информирование общественности. Это, значит, и таблички. И не знаю, насколько таблички эффективны, но и вправду кое-где табличек этих не хватает. Да, поэтому мы информацию еще проанализируем. А, в принципе, на ваш взгляд, инфраструктуры хватает? Потому что, может быть, люди мусорят не потому, что им очень нравится мусорить, а потому что, не знаю, мусорников нет на пляже. Есть больший контейнер, к примеру, в Юрмале. Но они не совсем на каждом шагу. Плюс они довольно тяжелые, не для всех удобные. Может быть, в этом проблема? И наверняка в этом проблема, да. Ну, я говорю, да, это уже надо все. Как я понимаю, будет еще, скажем так, ну, если не конференция, то, в общем, еще разговор об этом еще предстоит. Да. Именно с людьми, которые, ну, с политиками, грубо говоря. А, ну, какие-то рекомендации для них вы уже разработали или еще пока в процессе? Ну, вот эти вот три рекомендации, которые я сейчас перечислил, депозитная система, повышение налога и информирование об образовании общественности, в принципе, и являются этими тремя рекомендациями. Да. Какие-то конкретные вот примеры, пока что я привести не могу, что вот где-то в Юрмале надо поставить больше контейнеров. Я считаю, что контейнеров там хватает. Может быть, кому-то, конечно, это неудобно, но если ты уже принес с собой упаковку чего-либо, то и унести ты можешь ее или с собой, или донести до этого контейнера. Можно поставить контейнер на каждом шагу. Здесь дело, опять-таки, в той же самой сознательности человека. Да. Вот еще такой вопрос, может быть, это не совсем к вам, но вот тем не менее, поскольку вы уже все-таки, какое-то мнение у вас сложилось о том, как обеспечить вот чистоту окружающей среды, в том числе на пляже. Вот мы знаем, что во многих странах часть пляжей является частными, да, то есть они выкуплены или взяты в аренду, или гостиницами, или какими-то моты, ну, какими-то вот частными заведениями. Там, естественно, не огорожены, там видеокамера или охрана. Понятно, что есть какие-то публичные пляжи, но вообще, как вы считаете, вот, может быть, это тоже такой метод, чтобы часть пляжей как-то вот обеспечить таким вот образом порядок? Ну, я бы не сказал, что это метод решения проблемы, это просто метод зарабатывания денег, и, слава богу, что наши пляжи являются... Общедоступны, да. Общедоступны, да, и что мы смогли пройти от границы с Литвой до границы Эстонии, практически не выходя в город, а только там, где есть порт. Да, так что я бы не хотел, чтобы наши пляжи были приватизированные, и там строились отели, и была куча народу, и у нас тогда пропала бы наша дикая природа. Что говорят вообще местные власти? Ведь, ну, вы каким-то образом до них доводите эту информацию вообще о том, что вот вы сделали такое исследование прямо на местности, и ваш пляж, вот ваш административный территорий, ну, мягко говоря, загрязненный, оставляет желать лучшего, там окурки, бутылки, чего там только нет. Что вот говорят местные власти, они хоть как-то реагируют или говорят, ну, вам надо, вы и, как бы, у нас нет силы, возможностей. Ну, реагируют, наверное, те самоуправления, у которых есть флаг, синий флаг, говорящий о том, что, ну, в общем, они получили этот статус. То есть они боятся его потерять даже, да? Да, они не хотят его потерять, потому что это... Они могут его потерять, если, допустим, вода чистая, а вот, ну, пляж не очень. Да-да-да, они могут его потерять. Могут, да? Также, допустим, в Майоре, когда после того, как мы провели этот мониторинг, мы попросили этот флаг спустить. Это не значит, что мы его отобрали моментально, но мы его спустили до выяснения... Да, до выяснения. А что вы выяснили и подняли ли флаг потом назад? Нет, просто, ну, там уже целая бумажная волокита, они должны предоставить нам план решения проблемы, что они собираются с этим делать, и уже тогда можно будет поднять флаг. И они вам предоставили этот план, или пока нет? Ну, не мне, а этим занимается Яня Сулмая, руководитель компаний. Да. Так что об этом мне мало что известно. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот ваш гость говорит о том, чтобы надо уменьшить мусор на пляже путем элементарных вещей. Увеличить налоги. Что может быть проще? Взял и увеличил. Депозит на бутылку. А почему они рассматривают вопрос, что на пляже должны быть больше, ну, назовем это киосков, строений красивых, симпатичных, где бы продавалась это все? Что вода, какие-нибудь там горячие, бутерброды еще. Я вчера вот был на взморе, вот смотрю, идет молодые люди и девочки, ну, лет пять. Они такое впечатление, они куда-то уезжают вообще из города. Они обвешенные. У них три сумки. Навешано торчат там всякие горлышки от бутылок. Они вот идут загорать. Обвешенные как, я не знаю, как кишаки этой едой. А почему этого на пляже нет? А вот ваша структура, молодой человек, должна заниматься тем, что налог, то есть, вернее, извините, арендная плата для таких торговых точек должна быть нулевой. Почему Юрбовская дума берет за это деньги, и ее что она песок привозила туда? Спасибо. Как можете прокомментировать? Сложно комментировать. Ну, мы такими вещами не занимаемся. Это, во-первых. И требовать от государства нулевой налог мы тоже не можем. И к тому же это дело самоуправления, каждого самоуправления, а не государства в целом. И я не вижу, как бы это решило проблему. Ну, видимо, если бы люди приносили с собой меньше еды, к примеру, в тех же мешочках, пластиковых бутылках и всем остальном, а покупали это на месте, на тарелках, которые там же обслуживающие персоналы выкидывают, то, возможно, вот этого мусора на пляжах было бы меньше. Не считаете? Ну, так как строительством этих киосков не занимается самоуправление, это все-таки частный бизнес, я понимаю, что самоуправление как-то может способствовать этому бизнесу, как вот радиослушатель назвал это нулевой налог. Но, в принципе, мусор, который вы находите, он, условно говоря, это отходы от еды или это другого рода мусор? Нет, биологических отходов там очень мало. Нет, я имею в виду всякие там пластиковые мешочки. А, вы имеете в виду упаковку, да. Ну, это, во-первых, это пластик, но, честно говоря, иногда сложно понять, что именно это. Он уже в таком состоянии, что это, ну, это просто пластик. А что это было когда-то, год назад, уже сложно понять. Напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите на видеочате на портале MixNewsLV, присоединяйтесь. Говорим сегодня о состоянии наших пляжей. На ваш взгляд, что, в принципе, надо было бы делать для того, чтобы как-то повысить сознательность общества, ну, вот помимо, может быть, табличек? Какие такие запускать рекламные кампании для того, чтобы вот люди действительно перестали кидать окурки, мешочки, бутылки и все остальное? Ой, наверное, это сложный вопрос. Ну, допустим, в Швеции, ну, и в других скандинавских странах на это тратится очень много денег. И там и вправду запускают в прайм-тайм по телевидению рекламы на тему сортировки мусора и так далее, и так далее. И таким образом это поддерживает сознательность населения. Ну, тут я могу уже предугадать, что государство со своей стороны скажет, у нас на более важные вещи денег нет, куда уж, что на рекламные кампании против мусора. Совершенно верно. Может быть, есть какие-то креативные способы, более дешевые? Вот вы же, например, каким-то образом задумались об этой теме. Вот почему, собственно говоря? Почему? Что с вами такое произошло, что вы решили, что мусорить на пляжах нельзя? Ну, мусорить не только на пляжах нельзя. Ну, это у меня с детства. Я не могу сказать, как и когда это произошло, и почему это произошло. Ну, родители, может быть, как-то вас... Ну, скорее всего, родители. Это нужно, я так понимаю. Или просто какое-то внутреннее отвращение к мусору на улице. Ну да, то есть я так понимаю, если родители сами мусорят, то, в принципе, дети, наверное, делают то же самое и вырастают и продолжают. Есть шанс большой, я так понимаю. Скорее всего. Еще звонок примем, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я бы хотела прокомментировать момент насчет наших пляжей. Как-то очень пессимистически вы так все описываете. Вернулись на этой неделе с Пальмой-де-Мальорки. Отдыхали там, были на пяти-шести разных пляжах. Там ни на одном пляже нет ни одного мусорника. Море грязное, все забито прокладками, бутылками, окурками. Люди срут. Ой, извините. Мусорят прямо на пляже. И найти мусорник нужно пройти по городу очень большое количество километров. Наши пляжи по сравнению с ними, помимо Тины, ну, мне кажется, претензий вообще нет. Они просто идеально чистые. А какая интересная ситуация насчет флагов и насчет чистоты пляжей. Хотя они будут заграничные. Синие, они там красные. Что об этом говорят? Можете кто-то прокомментировать? Спасибо. Да, спасибо. Есть ли какие-то аналоги у наших этих голубых флагов и насколько они одинаковые, если единая система какая-то в Европе? Ну да, это и есть европейская единая система. Подождите, ну, судя по тому, что мы сейчас услышали, вот пляж Майорки, например, он должен быть, в принципе, закрыт для посещения, если там все настолько плохо. Если это та же система и, в принципе, те же критерии применяются и там, и тут, то почему-то у нас грязным пляжем считается, ну, в принципе, зрительно чистый пляж, а там, в общем-то, нормально люди отдыхают на пляже, где зрительно видно, что он грязный. Да, мне кажется, что радиослушница не упоминала о том, что на Майорке был синий флаг. А, то есть там могло его и видеть. Да. Это не обязательно, это все дело самоуправления. Если самоуправление хочет привлечь к себе туристов, то оно задается этим вопросом, и тогда, да, и тогда они себе уже ставят этот синий флаг или не ставят, если не могут. Да. По поводу Майорки, я там не был, и я не считаю, что нужно сравнивать себя с каким-то более худшим примером. Если мы можем сделать лучше, то почему бы так и не сделать? Да, возможно, там хуже. Ну и у нас не очень хорошо. И я бы посоветовал тогда в следующем году пойти с нами, и вы бы увидели, насколько много мусора. В том-то и проблема. Да, возможно, именно там на Майорке, в конкретном пляже, в конкретном месте, там много мусора, и он на виду. А там у нас выходишь, вроде бы как мусора и нет, а начинаешь собирать, сначала вот копнешь чуть глубже, и его много. Я представляю, что будет, если копнуть там на Майорке, сколько можно всего найти интересного. Но, в принципе, на ваш взгляд, может быть, есть какие-то данные, какая-то статистика, насколько чистые наши пляжи в сравнении, к примеру, с какими-то европейскими курортами. Потому что жители Латвии, учитывая также погоду, платят довольно большие деньги за то, чтобы отдохнуть на европейских пляжах. Если эти пляжи оказываются гораздо грязнее, чем Юрмала, то, ну, некоторые разочарования все-таки понять можно. Вот как мы на общем фоне смотримся? Ну, такой статистики у меня нету. Однако, единственное, что я могу прокомментировать, сказать, это по поводу окурков на пляже. Дело в том, что в Латвии, может быть, в каких-то других странах, как я уже говорил, окурение на пляже запрещено. Зато в других странах, как, например, Турция, Италия, это разрешено, и поэтому окурков там очень много. Ну, и вообще, это южные страны, там не очень принято доносить мусор до мусорника. Ну, да. Вот так, да? Да. Нет, я не могу, я, вот, радиослушница сказала, что очень все пессимистично описываю. Я не согласен, я просто констатирую факты. Я не говорю, что у нас хуже всех, просто есть пути решения, и просто какая-то проблема у нас есть, ее решить мы можем. Я считаю, что мы должны стремиться к этому. Вот, может быть, такой один из последних вопросов, так вот, стремительное время подходит к концу. Тут такое мнение, что вот если вот, ну, пляж ухоженный, вкладываются деньги самоуправлением в его поддержание, то вроде бы и людям как-то вот уже неловко оставлять мусор. Ну, мы знаем, что вот в Уздвинске был пляж, приведен в нормальное состояние, там скамейки обновили, раздевалки и так далее. Ну, вы чувствуете вот эту корреляцию, вот эту связь, что вот, когда вот пляж обновлен, скажем так, видно, что за ним кто-то присматривает, что это не дикий пляж, что там и меньше мусорят? Или это не всегда так? Ну, я думаю, что определенно так. Есть так называемый принцип разбитых стекол. Да. Если человек видит, что вот мы мусорили, то почему бы ему не намусорить? Он тоже может, да. Совершенно верно. Однако, если один раз убрали и ждут какого-то результата, то тоже заблуждаются. Мне кажется, что надо регулярно этим заниматься. И тогда уже человек привыкает к этой чистоте. Но это должно пройти какое-то время. Ну, вот да. Ну, что ж, я думаю, что, наверное, наша беседа подходит к концу. Ну, могу сказать, что Сергей Стельмах, напомню, у нас был в гостях, представитель Латвийского фонда образования в сфере окружающей среды, руководитель экспедиции «Имана Юра», «Мое море». Большое спасибо.